Здравствуйте, православные! 29 ноября мы снова с вами встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы поговорить о святых Русской Православной Церкви. И сегодня Церковь празднует память апостола-евангелиста Матфея, праведного Фулвиана, епископа, князя Ефиопского во Святом Крещении Матфея, священномученика Филумена Святогробца, это 1979 год, Иерусалимская Церковь, священномученика Фёдора Пресвитера, из них мучеников Анании и Михаила, священномучеников Иоанна Николая, Виктора Василия Макария, Михаила Пресвитера, преподобного мученика Пантелеймона и мученика Дмитрия. А поговорим мы с вами о новомучениках сегодня, о священномученике Протерея Фёдора Ксенофонтовича Колерове и с ним убиенных мучеников Анания Бойкова и Михаила Балдакова. Священномученик Протерея Фёдор Ксенофонтович родился в селе Семёновское Тверского уезда Тверской же губернии в семье священника. В 1905 году окончил Тверскую духовную семинарию и был рукоположен в Иерея. Тоже интересный момент, помните, да, революцию 1905 года, когда, ну, конечно, не помните, но знаете об этом, когда очень много людей уже понимало, к чему всё идёт, а тут человек заканчивает семинарию в этом году, и вместо того, чтобы поискать каких-то новых путей или переждать и увидеть, чем всё кончится, может, стоит, а может, не стоит, он без колебаний принимает сам. И с 1906 по 1911 служит в храме села Ключёвое Тверской губернии, а затем около года он служит в селе Столбово Кашинского уезда. С 1912 года отец Фёдор был назначен настоятелем новопостроенного храма преображения Господня города Кимры и стяжал себе добрую славу и на праздник обходил дома своих прихожан, даже когда уже победившая революция и новые власти запретили это делать. В 1919 году, как заложник, был арестован и заключён в тюрьму города Твери, но вскоре освобождён. У семьи была конфиксована часть имущества и ещё наложена контрибуция в 5000 рублей золотом. То есть вы, церковники, богатые, вы, конечно, сумеете это всё отдать, лишь бы вас освободили. В 1922 году священник, который интересовался происходящим в церкви, ошибся, согрешил и принял участие в съезде живой церкви в Москве. То есть оцените момент. Человек фактически исповедник. Я напомню, исповедник это тот, который был арестован за веру, который претерпел за веру, дал заключение, допросы, потерю имущества, но не погиб. Вот если бы погиб, был бы мученик. А так исповедник, но при этом даёт ли ему это автоматическую святость? Нет. И он по недомыслию, не разобравшись, участвует в обновленческом движении. Однако, потом он понял всю погибельность этого движения, принёс покаяние пред тверским святителем Петром, который временно запретил отца Фёдора в священнослужении. Потом, в мае 1929 года, священник был арестован за неподчинение приказу властей о закрытии храма и заключён опять в тверскую тюрьму. В октябре, то есть с мая по октябрь он был в заключении, в октябре 1929 года состоялся показательный процесс по обвинению священника в контрреволюционной деятельности, на котором он был приговорён к расстрелу. На время рассмотрения жалобы кассационной священник был переведён в Лаганскую тюрьму Москвы. И, собственно, 16 ноября или 29 ноября, вот именно в этот день мы это и вспоминаем, в 11 часов ночи священник был расстрелян. Отпевание отца Фёдора Евгенных с ним Анания Войкова и Михаила Балдакова состоялось в соборе города Кимры при большом стечении верующих. А канонизированные эти святые были как местночтимы в 1996 году в Тверской епархии, а на юбилейном аркерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года также они были уже канонизированы для общесерковного почитания. Собственно, вот тема для размышлений. Рискну предложить следующее, что посмотрите, как Господь ведёт человека и оставляет при этом полную свободу воли. То есть, заметим, священник был верен Господу, принял сан в лихую годину, не дрогнул, но при этом не удостоился явления архангела, который бы сказал ему, к обновленцам не ходи, там погибель. И при этом тоже обратите внимание на смирение, когда человека запрещают священнослужение священника. Во-первых, это главное дело священника – быть у престола. А при этом ещё и какая была почва для того, чтобы возгордиться, сказать, да, я претерпевал, да, я за Христа сидел, да, я как христианин был арестован, и вот я уже сейчас исповедник, да, мученик не знаю, но уж исповедник-то точно. А ты меня запрещаешь. Однако, вот, батюшка покаялся и был удостоен мученического венца. А на сегодня, пожалуй, всё. Берегите себя и возвращайтесь завтра, православные.